МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это очередной выпуск Медсовета, и я, Алла Варикова, готова его начать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правильный диагноз – это несколько составляющих. Точная аппаратура, превосходный доктор и желание пациента быть здоровым. С каждым новым пациентом перед доктором встает новое сложное зло. Ведь чтобы вылечить, нужно знать, где именно кроется корень проблем. Диагностика – это целый раздел медицины, который неустанно развивается. И уже сейчас в Челябинске есть его самые передовые технологии. Ультразвук – это метод, который позволяет оценить состояние органа, оценить его структуру, соотнести ее с нормальной структурой органа и, соответственно, установить, есть ли патология или нет. Довольно широкий спектр органов, которые ультразвук может посмотреть, вплоть до костей и легких. Благодаря УЗИ можно диагностировать достаточно большое количество патологий, таких как онкологические заболевания, хронические диффузные изменения в органах, жидкостные образования и многое другое. На данный момент аппаратура очень высокого качества. Ну, скажем, такой вот пример простой, что современные ультразвуковые аппараты позволяют различить две точки размерами около миллиметра. Такое исследование абсолютно безопасно и улавливает малейшие изменения в организме. Это позволяет поставить диагноз на ранней стадии. Если УЗИ – это проекция ультразвуковых волн, то эндоскопические технологии позволяют рассмотреть органы, как они есть. Ротоглотка, пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, толстая кишка на всем протяжении, дистальная часть тонкого кишечника. Их состояние оценит фиброгастроскопия и колоноскопия. Данный аппарат – это HDTV-технология, технология высокого разрешения, благодаря цифровым технологиям. То есть здесь маленькая камера стоит на дистальном конце аппарата. И, соответственно, мы можем получить картинку очень-очень высокого качества. Она позволяет без введения в организм красителя увидеть сосудистый рисунок. Узкий спектр – это волны зеленого и синего цвета, которые, проходя через слизистую, отражаются от подслизистого слоя и от сосудов, которые находятся в слизистой оболочке, в подслизистом слое точнее, и позволяют нам увидеть, как эти сосуды идут. Соответственно, если есть какой-то патологический процесс, он будет более четко выражен. Еще одна поистине грандиозная технология – магнитно-резонансная томография – МРТ. Существует магнитно-резонансное поле, в котором при определенном ряде последовательности происходит преобразование, и получается картинка. На МРТ можно обследовать весь организм человека. Головной мозг, спинной мозг, брюшной полость, брюшинное пространство, малый таз. Главными преимуществами МРТ являются высокий уровень контраста, что позволяет получить качественные изображения мягких тканей без введения красителя, а также отсутствие лучевой нагрузки. Важен и сам томограф. Самый современный, с набором всех программ для обследования пациента. Аппарат работает очень быстро, ускоренные программы. В течение 5-10 минут можно обследовать один отдел позвоночника. Туннель магнита сконструирован так, что человек не оказывается в замкнутом пространстве. А это значит, что обследования спокойно могут проходить даже пациенты с клаустрофобией. Медицинская аппаратура шагнула далеко вперед. Даже привычный рентген, уже не просто рентген. Это рентген-дирагностический телеуправляемый комплекс. Его максимальная доза – это 150 кВ. Один из самых современных аппаратов, получается, снимки, которые мы делаем, их не нужно ждать. То есть мы сразу проявляем и сразу снимочек отдаем. Телеуправляемый стол-штатив позволяет поместить пациента в положение, которое обеспечит наилучшую диагностику конкретного органа. Позвоночник, таз, толстая кишка, коленные суставы. Такой стол дает возможность комплексного исследования. Данный аппарат является низкодозным, поэтому он дает минимальное рентгеновское излучение. Диагностика сегодня – это не гадание по звездам, а вполне конкретная, точно выверенная информация. Благодаря новейшему оборудованию, которое быстро выявляет проблему, лечение не запоздает и будет оправданным и эффективным. В 15 веке люди считали, что красный цвет обладает необычным лечебным эффектом. Больные надевали красную одежду и окружали себя красными вещами. Медицинский центр «Медиор» – это современная многопрофильная хирургическая клиника, которая расположена в самом центре города Челябинска. Наша клиника оснащена современным оборудованием производителей «Джоймакс» и «Карл Шторц», которые позволяют нам выполнить оперативное вмещательство любой сложности на органах брюшной полости, позвоночнике и суставах. Есть заболевания глаз, такие как глаукома, которые ведут к необратимым изменениям. А ведь важно не запускать процесс и вовремя обратиться к офтальмологу. Лазурный цвет моря. Звучит поэтично. А вот с медицинской точки зрения выглядит пугающе. Ведь именно так с греческого переводится глаукома – группа опасных поражений зрения. А опасна глаукома тем, что в итоге может привести к полной необратимой слепоте. Форм глаукома несколько десятков, а то и сотен видов. Но основная глаукома – это глаукома первичная, которая, скажем так, генетически предрасположена. Увы, глаукому вылечить невозможно. Не существует ни таблеточки, ни капельки, ни операции, которые выпили, закапали, сделали операцию, и всё, глаукомы нет. Глаукома, если она уже случилась, остаётся на всю жизнь. Смысл лечения и наблюдения – не потерять зрение окончательно. А виной всему повышение внутриглазного давления. При глаукоме циркуляция внутриглазной жидкости нарушается и страдают кровоснабжение и иннервация глаза. Чаще всего при этом заболевании человек ощущает затуманивание зрения, боль, резь, ощущение тяжести в глазах, сужение поля обзора. Значительно ухудшается зрение в тёмное время суток. При взгляде на яркий свет перед глазами появляются радужные круги. Лечение сейчас на сегодняшний день заключается, а основное – это медикаменты, то есть капли. Капли капаются ежедневно, без перерыва, без отдыха. Глаукома – заболевание очень коварное. Оно не понимает – забыл, не купил, решил отдохнуть. Если давление начинает снова повышаться, глаукома прогрессирует дальше. Второй способ лечения – лазерный. Врач решит, предложить такой метод или нет, в зависимости от типа глаукомы. Чаще всего лазер – это дополнение к каплям. И третье – это хирургический. Хирургический способ – это делается дополнительная дырочка для оттока внутриглазной жидкости. Эффективность операции весьма высока, но, увы, длительность, она тоже может быть ограничена. Потому что, увы, эта дырочка с течением времени зарастает. В группе риска люди старше 40 лет, а также те, кто страдает диабетом и атеросклерозом. Но существует даже врождённая глаукома. Коварство заболевания в том, что больной догадывается обратиться к врачу чаще всего тогда, когда уже почти полностью потерял зрение. Поэтому рекомендуется посещать своего офтальмолога не реже раза в год. Но пусть вас не пугает наш сюжет. Врачи всё же умеют облегчить жизнь больным глаукомой. И если держать её под контролем, всё будет не так страшно. Самый редкий цвет глаз у человека – зелёный. Всего 2% населения Земли имеют зелёные глаза. Глазная клиника «Мединвест» – это современная офтальмология мирового уровня качества, комплексная диагностика зрения, лазерная коррекция, ультразвуковая хирургия катаракты и другие современные методы лечения глаз. Мы делаем мир ярче, а людей счастливее. По статистике, от лишнего веса очень страдают молодые мамы. Это и понятно. Ещё 9 месяцев назад они были стройны и желанны, а беременность чуть-чуть скорректировала их фигуры. Но всё можно исправить. Поправить, а не поправиться. С появлением ребёнка в жизни многих мамочек происходят кардинальные изменения. Но беременность частенько прибавляет лишние килограммы, от которых не так просто избавиться. На козелке у каждого человека расположена волшебная пищевая точка. Если на неё правильно воздействовать, то происходит значительное снижение аппетита. В то же время нормализуется обмен веществ. Доктор, которая открыла этот способ похудения, сама столкнулась с проблемой набора веса после родов. Именно под действием золотой иглы на уровне рефлекторной дуги и в этих центрах возникает рефлекторный очаг торможения, рефлекторная блокада аппетита и улучшение обменных процессов. В 23 года Ангелина весила 90 килограммов. У неё появилась одышка и высокое давление. Чтобы преодолеть проблемы со здоровьем, девушка решила полностью изменить себя. Когда я уже спустя 4 месяца всего лишь, я сбросила 32 килограмма. Это такие цифры, конечно, когда у тебя за первую неделю уходит 5 килограмм, ты думаешь, ну это, наверное, какое-то, это не со мной вообще. Такого не бывает. И когда ты приходишь в форму, тебя как будто вот правильно постепенно сдувают. То есть ты была такая надутая, тебе так прям сдувают, ничего не обвисает, ничего не... Всё красиво, всё правильно проходит. Эффективное снижение веса привело к общему улучшению здоровья. Наша героиня начала планировать беременность. Я думала, что, ну, наверное, сейчас мы начнём пробовать беременеть. Там, это было вот зимой, может быть, там, к лету или к следующей зиме что-нибудь получится. Нет, получилось всё с первого раза. Видимо, организм был на таком гормональном подъёме хорошим. Кстати, ещё одна история удивительного преображения связана как раз с набором веса после родов. Началось всё у меня это с тех пор, как я родила. Я думала, сейчас период лактации у меня закончится, и всё будет в норме. А у меня всё больше и больше, больше и больше, килограммы на мне нависали, нависали. За три месяца Светлана похудела на 24 килограмма. Она уже два года успешно сохраняет свою идеальную форму. Практически все обладатели золотой иглы замечают, что вес уходит без отвисания кожи. Этот важный момент специально предусмотрен. Золотой имплант работает сам по себе, но проблемные части тела требуют дополнительного внимания. Во время активного снижения веса можно удалять жир и с помощью известных процедур. Стоит только учитывать противопоказания во время беременности или в период лактации. Результатом курса таких процедур, как липоскульптура и талациотерапия, станет уменьшение объёмов тела, упругая эластичная кожа и улучшенное самочувствие. Процесс снижения веса может оказаться простым и интересным. Главное – выбрать верный метод и действовать только на благо собственного здоровья. Йогурты и мюсли – это не диетическое питание, от них не худеют. Клиника Оригитея – золотой метод стройности на площади Революции 7, а также весь комплекс косметологических услуг по лицу и телу. Именно сейчас спецпредложения. Телефоны 266-66-62 и 266-66-63. А теперь к стоматологу. И совсем не обязательно, чтобы у вас болели зубы. Вошёл в кабинет стоматолога с повреждёнными зубами или совсем без них, а вышел с ровной и красивой улыбкой. Имплантация – дело пусть и непростое, но явно того стоящее. Естественно, такое преображение тут же обрастает мифами. Так, посчитаем. Больно, страшно, долго приживается, а ещё и дорого. Если верить мифам, то странно, что весь прогрессивный мир давно называет имплантацию операцией выбора в случае потери зубов. Правду знают специалисты. Профессионалы готовы разобрать каждый из этих мифов и рассказать, что же такое имплантация на самом деле. И поскольку вопросы острые, мы предоставим интересующимся возможность самим задать их. Мне говорили, что имплантация – это очень больно. По сути дела, для того, чтобы поставить имплантат, анестезии нужно намного меньше, чтобы пролечить зуб. Почему? Потому что в костной ткани, туда, куда вживляется сам имплантат, там нервных окончаний очень мало. Все они в основном в связке, которая расположена вокруг зуба. Когда этот зуб удаляется, вместе с удалением зуба уходит эта связка. Один из принципов современной стоматологии – комфорт и максимальная безболезненность процедуры для пациента. Даже такой этап, как анестезия, теперь контролируется с помощью компьютерных технологий. При этом нет болевого синдрома при повреждении мягких тканей. Компьютерная анестезия позволяет безболезненно провести процедуру введения анестетика, но и обеспечивает стопроцентный комфорт на приеме. Делается она абсолютно без шприца. Его нету просто. Сам вкол безболезненный, и компьютерный блок, который стоит, он регулирует скорость подачи анестезирующего вещества в десну. Из-за этого получается, что ни больно ни вкол, ни введение самой анестезии, человек абсолютно ничего не чувствует. То есть это такое новое поколение анестезий. Когда ставишь такую анестезию, как правило, пациенты задают вопрос, уже поставили или еще сейчас будем ставить. Имплантация – это вживление титанового стержня в кость. Это ведь травматично. Сегодня самыми современными считаются так называемые корневидные имплантаты, по форме напоминающие корень зуба. Они наименее травматичны при установке, великолепно приживаются, и их можно использовать даже в самых сложных анатомических случаях. Если мы сравниваем, например, процедуру удаления зуба и процедуру постановку имплантата, то удалять зуб по ощущениям намного неприятнее. Намного, может быть, даже где-то больнее, особенно когда анестезия отходит. Человек слышит какой-то хруст, какие-то движения, то есть это все чувствуется. Для того, чтобы поставить имплантат, времени нужно 5-6 минут. И делается это, как я уже сказал, абсолютно не больно, то есть никакого хруста, никаких приятных ощущений мы не слышим. То есть он, как шурупик, просто заворачивается в подготовленное отверстие и закрывается сверху десной. То есть как таковой травмы для организма практически нет. Конечно, иногда после имплантации, особенно каких-то сложных вмешательств по наращиванию, например, костной ткани, бывает, что припухает лицо. Это возможно. И страшного в этом ничего нет. У кого-то это бывает побольше, у кого-то это бывает поменьше, но в любом случае через 3-4 дня это полностью проходит. И внешний вид становится таким, как был. Третий миф о том, что имплантация – это очень долго. С современным опытом стоматологов получить желаемое можно всего лишь за один визит к врачу. Называется это одномоментной имплантацией, когда за одну процедуру вы получаете и удаление поврежденного зуба, и установку, собственно, имплантата, и отличное эстетическое решение. По поводу того, что некоторые там берут отпуски для того, чтобы поставить имплантаты, конечно, если мы речь идем о простой имплантации, никаких отпусков не надо, и с работы тоже отпрашиваться не надо. Мы его поставили, и дальше человек занимается тем, чем занимался, в общем-то, из графика жизненного не выпадает. В помощь стоматологи-профессионалы. Томография в 3D с точностью до миллиметра. Наращивание костной ткани. А результат – настолько качественные зубы, что никто и не догадается, что они не совсем свои. Многие боятся. А что, если придется несколько месяцев ходить совсем без зубов? А еще говорят, что пожилым имплантаты ставить нельзя. И главная страшилка – а вдруг не приживется? Стоматологи полностью разрушат эти мифы об имплантации в следующем выпуске программы «Медсовет». Вопреки сложившемуся мнению, лечить зубы больше всего боятся не современные дети, а менеджеры высшего звена – женщины в возрасте 40 лет и домохозяйки. Думаете, имплантация – это дорого? Только не в семейной стоматологической клинике. У нас при установке двух и более имплантатов один вы получаете бесплатно. Акция продлена до 31 августа. Звоните 214-00. Четыре кита здоровья. Решите, разделяете вы точку зрения Федора Волкова или нет. Гостем нашей студии не раз был знаменитый Федор Николаевич Волков, автор эффективной системы оздоровления. Сегодня программа «Медсовет» с ответным визитом в гостях у этого удивительного человека. Вот этот костер Федор Николаевич развел специально для меня. Да-да-да, посмотрите на эту женщину, она улыбается. Но после того, когда у меня одна полежит на этом костре, это будет Золушка, это будет самая счастливая женщина в мире. А пасаться-то стоит? Не стоит. Нет-нет, судьба средневековых ведьм меня не постигнет. Такой костер – важная часть программы Федора Николаевича. 25 лет назад он создал свой собственный метод очищения организма. Повод для изысканий, увы, оказался совсем не радужным. Случилось так, что я попал в очень серьезную автомобильную катастрофу, весь переломанный, сожженный, там одна рука только работала и все. И стоял разговор вообще об инвалидности. Может быть, сказался мой спортивный характер. Первое образование у меня было спортивное, а потом уже институт реабилитологии и так далее. Я себе сказал, инвалидом быть я не буду и не хочу. Не хочу быть обузой для кого-то. Не хочу. И с этого началась моя эпопея. Теперь принципами, которые автор опробовал на себе, может воспользоваться каждый. Шесть насыщенных дней вдали от города. Тут хандра отступит даже просто от близости сказочной уральской природы. У Федора Николаевича есть своя философия здоровья, в которой он с удовольствием делится с гостями. 25 лет работаем, и я пришел к выводу, что здоровье, ну, в общем, оно состоит на четырех кита, как я обозвал его. То есть это позитивное мышление, без которого никуда. Второе – это движение. Ну, все понимают, что движение – это жизнь, и все продолжают сидеть. Надо знать, какие мышцы задействовать, научить человека, чтобы у него и колени не болели, и поясница никогда не болела. День для гостей начинается активно. Идея здоровья через движение вобрала в себя элементы йоги, кинезитерапии, тонкости массажей разных культур. В приоритете – безопасность и понятность. После таких занятий человек начинает разбираться в сути движения, а значит, учится применять схему на практике, даже после возвращения в город. Суть очень проста. Вся кровеносная система, она, сосудистая система, она проходит через мышцы. И если человек знает, как правильно работать с мышцами, значит, тем самым он усиливает кровоток, и питание к данному суставу приходит. Благодаря логичной и правильной распределённой нагрузке уходит болевой синдром. Это даёт тот самый положительный настрой. И вот сейчас мы начинаем сгибать ноги в коленях, тем самым у нас именно мышцы бедра, да, двуглавая мышца бедра, она начинает работать, потому что мы на ней постоянно сидим. Она становится ригидная. Питание к коленному суставу никуда не годное. Тут хоть килограммами глотай кальция, толку его не будет. А именно разрабатывая вот таким упражнением, ну, одно из упражнений, вот таким образом человек работает. Вот они, вот они мышцы даже видно, как они начинают действительно работать. У того, кто озабочен проблемой избыточного веса, сбалансированный комплекс упражнений точно отберёт лишние килограммы. Но это далеко не самоцель методики. Это, так сказать, приятный бонус. В зависимости от того, с чем приезжает к нам человек, мы выбираем комплекс массажных техник, который позволяет решить ту или иную проблему. Ну, там, грыжи это или там спазм мышцы, или там какие-то стеохондрозы. Древние техники или классический рефлекторно-сегментарный. Массаж – это баланс между активностью и расслаблением. Особенно, если вы в руках профессионала. Мёд полон оздоровительными свойствами. Он выводит вредные соли и при этом делится с организмом полезными веществами. С помощью воска мы улучшаем питание кожи, то есть мы дыхание кожи улучшаем. За счёт этого мы улучшаем обмен веществ в том участке, где мы вот эти вот массажные движения, вот если мы внимательно посмотрим, то липнет мёд к моим пальцам. И за счёт этого поднимается кожа. Грубо говоря, вот этот эффект нам и даёт, скажем так, усиление кровообращения, лимфообращения, лимфообращения. В течение дня гостей угощают настоями целебных трав. Причём никакими попало. Состав каждого подбирается индивидуально по группе крови и дате рождения. Кстати, после тренировки не помешает немного отдохнуть и подкрепиться. Комфорт – тоже часть философии четырёх китов. Вот здесь мы здесь проживаем. Мне просто вот очень нравится. И мои соседки, и вот что у нас от читера, мы все очень довольны. Третий кит – это рациональное питание. Я о нём здесь рассказываю. В течение шести дней у нас идёт вегетарианское питание, потому что мы на очищение организма. Задача человеку – дать такие знания, чтобы он понял, что он сыт не от того, сколько он съел и что он съел, а от того, что усвоилось. Но четвёртый кит – это у нас очищение организма. Сумев объединить вот эти четыре кита в одно единое, мы получили то, что называется сегодня здоровьем. И вот он, таинственный костёр. Цель – не поджарить, а очистить. Конструкция у него куда сложнее, чем у средневекового. Зато и эффект приятнее. Мы выкладываем полностью вот этот промежуток земли, да, вот углями, чтобы они были прям до белого коленя, как вот шашлыки жарят, да. Затем мы будем укладывать определённые слои трав. Там и лопух будет, и берёзы, и другие травы. Вот они специально здесь у нас косим. Затем вы, наверное, будете наблюдать, затем выкладывается уже простынком, укладывается человек и верблюжье одеяло. Травяная перина выступает как способ выведения токсинов, восстановления опорно-двигательной сердечно-сосудистой систем, кожных покровов. После того, как мне продемонстрировали полный алгоритм создания жаркой перины, и Фёдор Николаевич предложил демо-версию собственным сыном, я решилась опробовать угольно-травяное ложе. Вот такой вот термос, да, то есть угли заставляют вот эти травы испаряться. Они только что скошенные. Это вам не фитопарасауна, а это свежие травы. Вас укрыли полотенцем, и сверху верблюжье одеяло. Сейчас идет испарение этих трав, деваться им некуда. Так, и верблюжье одеяло не дает, вот, никуда испаряться. И начинают раскрываться ваши поры. Ощущения самые необычные. Конечно, можно усмехнуться, мол, в костер полезло. Но я на своем опыте скажу, этот непередаваемый аромат и мягкий жар дают чувство полного обновления и приятной истомы. Двадцать минут пролетели, как несколько секунд. И вот я уже в бане. Ой, ну здоровья мне. А, кричит. Вот на такие жертвы. Все, и хозяева, и постояльцы, с удовольствием проходят этот ритуал посвящения огнем и водой. Завершит день скандинавская ходьба с палками. Она идеально решает проблемы шеи и плеч, тренирует 90% мышц тела и улучшает работу сердца и легких. Пример во всем подает сам Федор Николаевич. Попробуй неделю не позанимайся чем-нибудь, он начинает дряхлеть. Потому что я вообще не понимаю, ну как так, встать не сделать гимнастику. Ну как так, встать не облиться холодной водой. Ну ты же начнешь гаснуть. Федор Николаевич лукавит. Процесс дряхления – это точно не про него. На минуточку. У Федора Николаевича пятеро сыновей. Младший из которых… Младший в 11 классе. Младший в 11 классе. А старшему? 41. 41. Вот всем вы такое здоровье. Я же испытала целую гамму чувств. От приятного расслабления до эмоционального восторга. Но все же самое главное – бесценные знания о своем здоровье и новый опыт. Завтрак улучшает обмен веществ. К тому же, если завтракать в приятной обстановке, это поднимает настроение. Застарелые боли, ограничение подвижности, беспричинная хандра – тогда в центр Волкова. Уникальная авторская методика «Здоровье на четырех китах» – это сбалансированная, проверенная, многоступенчатая система оздоровления. В комплексе – фитотерапия, здоровое движение, очищение организма как следствие правильного питания, психологический подход, принципы народной медицины. А еще удивительная природа, свежий воздух и отдых в кругу единомышленников. «Здоровье на четырех китах» – это здоровье с удовольствием. Ждем вас в поселке Сырастан. Контактный телефон 8-912-803-92-86. Приезжайте за здоровьем! Частный пансионат для пожилых людей премиум-класса – резиденция Платоновна в поселке Солнечный Сосновского района. Мы верим, что старость может проходить красиво и обеспечили уровень сервиса достойный европейских отелей. Профессиональный уход, номера на одного-двух человек, массажный кабинет, фитобар, зимний сад, эксклюзивное благоустройство территории. Резиденция Платоновна ждет постояльцев. Телефон 8-351-903-83-37. Медсовет подошел к концу. Всем здоровья и до новых встреч! Одежда ведущей предоставлена магазином итальянской одежды «Прима Эмпурио». ТРК «Горки», первый этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова